Уважаемые гости, компания Кодерлен приветствует вас. Наш сегодняшний вебинар посвящен учету нематериальных активов и основных средств. Мы будем с вами смотреть это на примере демо-базы на ERP. Вы видите на экране наши контакты, наши электронные почты, телефоны, наш адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант аналитика Денис Гардышева-Галина. И, собственно говоря, поговорим мы сегодня и о законодательных нормах, которые изменились немного за период этого года. И поговорим про учет, конкретно как его ввести в 1С, какие справочники надо настроить, какие выполнить настройки по локальным нормативным актам. Короче, обо всем, что связано с учетом основных средств. Мы будем вам очень благодарны за обратную связь. То есть звоните, пишите свои вопросы, пишите темы, которые вам хотелось бы, чтобы мы рассмотрели. Мы будем очень рады сотрудничеству и начинаем наш вебинар. Если он вам показался по времени неудобный или по каким-то другим причинам вы не смогли досмотреть до конца, то вот у нас адрес сайта здесь указан. И вы можете потом перейти на сайт. Мы выкладываем записи наших вебинаров и, возможно, вам что-то покажется интересным. Еще и кроме этого материала. Итак, мы сегодня с вами поговорим, почему именно сейчас возникает тема по основным средствам, потому что у нас были внесены изменения в ФСБУ 26-2020. То есть это ФСБУ капитальные вложения и изменения коснулись как раз 24-го года. Мы об этом поподробнее поговорим. то есть какие сроки обязательные, какие добровольные, что изменилось конкретно, что расширили, что сузили, каким образом зацепили здесь ремонт основных средств, то есть в какой связи относится ТАИР к основным средствам. Ну и, естественно, поговорим про конфигурацию, про настройки, которые необходимо выполнить. В общем, обо всем, что касается основных средств. Рассматривать мы с вами будем сегодня в таком формате. То есть какие-то нормативные документы, нормативные материалы смотрим на слайдиках, а потом переключаемся на конфигурацию, на демо-басу вот таким образом, и на местности рассмотрим то, о чем поговорили, и, соответственно, если есть какие-то вопросы ближе к концу вебинара, задавайте. Я постараюсь на них успеть ответить. Итак, снова возвращаемся к нашим слайдам, и немножко теории восстановим в памяти историю, так сказать, балета. Ну, то есть работа с основными средствами – это практически деятельность, с которой сталкивается любая компания, особенно если это компании холдинговые или крупные, то есть для системы ERP, естественно, обязательный блок учета основных средств. И вот здесь нужно сказать, что конкретно в ERP у нас мы можем вести учет основных средств и в управленческом, и в регламентированном, регламентированном и в международном формате. То есть, соответственно, регламентированный учет и учет международный – это обязательное требование, ой, не обязательное требование. Управленческие мы можем вести только управленческий учет, это, так сказать, основная фишка вот этого блока, этого модуля. Ну, на самом деле, все эти виды учета могут вестись независимо от друг от друга, потому что, как мы с вами знаем, регламентированный учет – это бухгалтерский и налоговый учет, которые подчиняются определенным правилам. МФУ – это международный формат учета, от которого мы сейчас, в общем-то, отходим, потому что в свете всех санкций и всего остального мы теперь не так трепетно относимся к международному плану счетов, к международному учету. Ну, то есть, на самом деле, мы можем вести и только управленческий учет, если бухгалтерский учет нам по какой-то причине либо не нужен, либо уже давно все списано и официально забыто. Ну, то есть, могут быть разные варианты. У нас, собственно, существует два достаточно новых ФСБУ, которые заменили старый ФСБУ, то есть ФСБУ-6-2020, то есть основные средства, и ФСБУ-26-2020, то есть капитальные вложения. ФСБУ основные средства у нас теперь не содержат никаких правил по формированию стоимости, то есть в основном они содержат правила учета, правила определения, что является основными средствами, а ФСБУ-26, то есть капитальные вложения, в нем как раз-таки и содержатся все требования, которые предъявляются к капитальным вложениям, то есть стоимость, обесценение, в общем, все, что связано с финансами. Ну и, естественно, не обошлось без поправок, как у нас достаточно много поправок вносится в налоговые законодательные акты, и, естественно, не избежало это отчасти и 26-ю ФСБУ. То есть у нас в прошлом году, в 23-м году, были внесены поправки, которые некоторые положения редактируют, и поправки эти у нас датированы, они, 22-м годом, приказом Минфина номер 87-Н, а первоначальный ФСБУ у нас, соответственно, был зарегистрирован другим нормативным актом, и вот вы видите на экране отсылки к этим документам, то есть название и даты. В остальном алгоритм работы с конфигурацией у нас не изменился. То есть для того, чтобы начать работать с каким-то блоком, мы должны включить настройки. Включить настройки мы с вами можем через раздел НСИ и администрирование. Это вот у нас сейчас на следующем слайдике показано, то есть настройки НСИ и администрирование, и мы должны проставить отметку, чекбокс о том, что у нас, соответственно, используется учет необоротных активов и, соответственно, объекты строительства, то есть проставляем отметки для активации всех необходимых функций. Теперь немножко остановимся опять на теорию, то есть что же у нас за изменения были внесены, почему мы их в 2024 году рассматриваем и чего они касаются. То есть основные положения ФСБУ – это у нас перечень, в общем-то, затрат, которые учитываются в формировании стоимости основных средств. И здесь у нас есть несколько достаточно новых положений, то есть, во-первых, это при формировании к обложению у нас учитываются фактические затраты на приобретение и создание основных средств, и в том числе будущие расходы по демонтажу или утилизации. И, соответственно, если у нас за это уплачены какие-то суммы, какие-то утилизационные сборы, то эта сумма включается в состав капиталовложений и в дальнейшем мы ее учитываем. И также, если у нас в результате мы приходуем какие-то, извините, приходуем какие-то МПЗ, то в этом случае они у нас есть, если в дальнейшем предполагается использовать их для продажи, то мы вычитаем из стоимости капиталовложений такие вещи. И достаточно новый термин, который был введен этим ФСБУ, это обесценение, то есть капитальные вложения мы теперь проверяем на обесценение. Это стандартное положение, которое в этом ФСБУ описано. Теперь, что же у нас произошло с изменениями? Ну, в первую очередь, был изменен стандарт в отношении того, когда возможно его неприменение. Ну, не применять этот стандарт можно в отношении... можно, если у нас применяется упрощенная финансовая отчетность. И, значит, здесь дополнен перечень объектов, которые относятся к капитальным вложениям, а также оценка капитальных вложений при признании в бухгалтерском учете. И вот эти изменения у нас будут применяться, начиная с бухгалтерской финансовой отчетности за 2024 год. То есть уже совсем скоро, когда мы будем формировать годовую финансовую отчетность. Досрочно мы можем принять эти изменения и начать им следовать, но это добровольно, в добровольном порядке. А в обязательном порядке, то есть уже, конечно, когда будет подготавливаться годовая отчетность, мы обязаны применять эти изменения, которые приняты до годовой отчетности. Немного есть корректировок, которые внесли в понятие капитальные вложения. Здесь, в основном, все, что касается нематериальных активов, то есть приобретения исключительных прав на интеллектуальную собственность, создания нематериальных активов, в том числе, если это не ОКР, опытно-конструкторские разработки, если вопрос касается улучшения объектов нематериальных активов, и есть ли приобретение, в частности, получение, продление и переоформление прав на определенные виды деятельности, то есть на лицензии. Ну, тут вы видите сам список, который претерпел изменения, и, естественно, нужно проверить на то, как у вас оформлены, если они у вас имеются, естественно, такие операции, то есть как вы работаете с нематериальными активами и с лицензиями. Напомню, что этот вопрос касается лицензирования и использования программ 1С, и, соответственно, еще есть некоторые изменения, то есть затраты, которые мы должны исключить из состава капитальных вложений, и здесь уже есть административные мероприятия. То есть если мы раньше включали, например, стоимость основного средства, затраты, которые понесены до принятия решения о создании, либо приобретении, либо восстановлении основного средства. То есть это у нас местные, локальные нормативные акты, то есть решения учредителей, например, или совета директоров, то есть документов, которых зафиксировано, например, решение приобрести, собрать, восстановить, какое-то основное средство. В этом случае теперь мы такие затраты не принимаем. Затраты на внеплановые ремонты, если эти внеплановые ремонты связаны с ненадлежащей эксплуатацией, то есть, например, поломки, которые возникли в результате неправильной эксплуатации, несоблюдения правил эксплуатации и так далее. И, соответственно, если у нас есть затраты, связанные с ненадлежащим формированием капвладения, ну, например, какие-то сверхнормативные расходы, брак, либо какие-то дополнительно осуществленные затраты, которые не предполагались ранее для использования, то вот такие затраты мы теперь не учитываем. Ну, и если брать цикл, как мы должны работать с основными средствами, то здесь получается вот такой алгоритм. Вы видите на экране, то есть приобретение основных средств. Приобретение основных средств доступно несколькими документами. В основном, например, поступление товаров и услуг. Может быть, приобретение по импорту. После этого следующий шаг мы должны принять основное средство к учету, то есть составить акт ввода в эксплуатацию. Значит, после этого у нас начинает начисляться амортизация. Ну, и последний этап, если можно так сказать, при работе с основными средствами – это списание основных средств в результате, например, полностью амортизировавшего основного средства с результатом морального, в результате морального старения, в результате продажи, ну, то есть по различным способам, по различным основаниям списания основных средств. ну, естественно, поскольку у нас списание – это уже заключительный этап, который может произойти через несколько лет, например, если это объекты строительства или так долго амортизируемые основные средства, мы рассмотрим это в последнюю очередь, так сказать. А сейчас мы с вами переключимся на демо-базу, таким вот образом, и теперь посмотрим, то есть начинаем мы, как я уже сказала, с раздела «Инсы» и «Администрирование». Это касается работы со всеми модулями, то есть не только с основными средствами. Мы переключаемся в этот раздел, и нас интересуют внеоборотные активы. То есть, когда мы выбираем внеоборотные активы, мы в первую очередь проставляем вот здесь учет внеоборотных активах, что у нас используется, есть выбор «Используется» или «Не используется». И дальше объекты строительства отмечаем, потому что даже если у вас сейчас не имеется объекта строительства, они у вас могут возникнуть, и тогда просто этот чекбокс дает возможности не возвращаться к настройке. Учет платежей в системе Платон. То есть, если вы относитесь, например, к транспортным организациям, если вы платите транспортный налог, то, естественно, вы здесь проставляете чекбокс. Учет обесценения мы проставляем в обязательном порядке, потому что сейчас мы обязаны производить, проверять все наши основные средства на обесценение. И будет или не будет у нас применяться лизинг, ну, мы на всякий случай поставили здесь чекбокс, потому что это дает возможность работать с лизинговыми документами, то есть чтобы не возвращаться в дальнейшем к этому пункту. Но если вы не планируете никому сдавать, например, в лизинг или получать в лизинг от кого-то, то можно этот флажок не ставить. И теперь здесь следующий пункт – это обслуживание и ремонт. Значит, в этом случае, как я уже сказала, у нас предполагается, что вы будете использовать блок Тайер, например, то есть мы представляем, что управление ремонтами мы будем учитывать, и узлы объектов эксплуатации будем, например, по заказам, то есть обособление материалов мы будем использовать по заказам. Можно выбрать по направлению деятельности, но поскольку мы не знаем, то есть у нас нет конкретного, например, госзаказа или каких-то направлений деятельности, льготируемых, например, как у резидентов АЭС, то в этом случае я проставляю на ремонт. Мы вот с вами сделали грубую настройку, и теперь… Сейчас вот так подвинем. Теперь можем из этого раздела уйти. И теперь у нас раздел «Внеоборотные активы». И выглядит он у нас вот таким образом в меню раздела. И, как вы видите, здесь у нас есть тоже настройки и справочники. И, соответственно, работа с основными средствами у нас производится по рабочему месту, документы по основным средствам. Как вы видите, здесь жирным шрифтом выделено несколько рабочих мест, то есть по работе с основными средствами и материальными активами, по аренде финансовой, то есть лизингу, по обслуживанию и ремонту. То есть, как вы видите, здесь рабочее место заказа на ремонт и документы все. Здесь нужно сказать, почему мы видим некоторые документы и в этом разделе, и в этом разделе, допустим. То есть здесь у нас при переходе в рабочее место открывается журнал документов. То есть вот если я выбираю, то у меня открывается общий журнал документов. И я здесь могу по кнопочке «Создать», например, выбрать документ, который мне нужен, и одновременно видеть те документы, которые были созданы, допустим, вашими коллегами, то есть другими пользователями. Так, закроем. Значит, если мы с вами снова вернемся. Промахнуло еще внеоборотные активы. Значит, если мы с вами выбираем какой-то документ, например, не в разделе, то в этом случае у нас открывается конкретно выбранный документ, а журнал мы уже можем не видеть. И, соответственно, у нас есть отчеты, блок отчетов. И вот здесь сразу хочется сказать, что здесь у нас открываются управленческие отчеты. То есть отчеты, которые формируются по регистрам, и, соответственно, это не стандартные бухгалтерские отчеты, это не учитываются в составе, допустим, регламентированных отчетов, бухгалтерских отчетов, налоговых отчетов и так далее. Значит, до того, как мы начнем работать с основными средствами, мы должны, естественно, заполнить и дополнительные справочники. И вот здесь у нас, как вы видите, основная настройка – это группы финансового учета, ГФУ. Они встречаются, естественно, и в других разделах, но здесь конкретно мы настраиваем ГФУ, которые касаются именно основных средств. Значит, если мы здесь переходим по вот этим гиперссылкам, то мы попадаем в меню для настройки. То есть вот здесь у нас ГФУ мы создаем сами. Как вы видите, здесь вот такая аббревиатура – тире. Если это создано через конфигуратор, у нас будет иконка тире с точкой. Значит, здесь у нас все, которые я создала самостоятельно, то есть мое творчество. Если я хочу создать новые, то, естественно, я через кнопку «Создать» выбираю новые настройки, то есть создаю наименование, то есть это текстовое поле. Как вы видите, здесь у нас есть красное подчеркивание, то есть это поле обязательно к заполнению. Через вид актива я могу выбрать, что это у меня. Просто основное средство, какие-то инвестиционные элементы. То, что я буду сдавать в аренду. Нематериальные активы, либо НЕОКР. Ну, поскольку мы говорим про основные средства, вот я их и выбираю. И группа, то есть я могу создавать различную иерархию. То есть, естественно, группы, то бишь папочки, я могу создавать какие угодно. То есть группировка может быть самая разная. Например, ГФУ по учёту транспортных средств. ГФУ, например, по отражению. Даже не могу сантазировать, какие. Ну, то есть на самом деле сгруппировать можно как удобно, как соответствует вашему бизнес-процессу и так далее. И текстовое описание мы вводим сюда, в это поле, которое характеризует, содержит какую-то характеристику для либо группы, если мы выбрали группу, либо для конкретного актива. То есть что это такое. И как отражается в бухгалтерском учёте, как будет, если это... Вот давайте по порядку пойдём. То есть на каких счетах отражается учёт основного средства амортизации, как будет отражаться обесценение и на каком счёте будет учитываться резерв по дооценке. По целевому финансированию у нас принцип такой же. Мы указываем счета и, соответственно, где будет начисляться целевое финансирование и амортизация активов. на забалансовом учёте. То есть если мы будем, например, сдавать в аренду или получать в аренду, то где у нас будет отражаться забалансовая залоговая стоимость. И если это будет ливинг, то, естественно, мы указываем счета, на которых будут отражаться арендные платежи. Собственно говоря, платежи по лизингу и процентный дисконт, если он будет применяться. И после вот этих всех настроек мы с вами должны указать, по каким счетам мы будем учитывать это в МСФУ. Если мы до сих пор ещё стремимся к отражению в международном учёте, то, соответственно, в этом случае мы записываем, сейчас я напишу, например, ну вот, отражение основных средств по производству. Значит, соответственно, если я отражаю производственные основные средства, то у меня вот здесь вот, ну, должно быть какое-то описание, которое содержит исключительную характеристику, то есть я, например, ну, может быть, добавила субсчёт 0.1, там, дополнительный субсчёт какой-то 0.1, там, 5, 6, 7, 10, ну, то есть для конкретной характеристики именно вот такой настройки. Ну, это вот я внесла на ходу, то есть, так сказать, сфантазировала, а вот, например, другие основные средства, ну, вот возьмём офисное оборудование, это мы уже сфантазировали немного раньше, то есть при составлении, при заполнении демо-базы, и, как вы видите, здесь отражаются счета учёта, счета по целевому финансированию, забалансовая настройка забалансового учёта, и по финансовой аренде мы офисное оборудование не берём в лидинг. Ну, и, соответственно, международные счета учёта мы не настраивали в этом случае. Ну, естественно, это вот в качестве примера сделаны ГФУ, вы можете создавать такие, какие вам необходимы для отражения ваших бизнес-процессов. Ну, вот, в общем, ГФУ мы с вами посмотрели, то есть это настойки-справочники, которые нужно сделать до того, как вы начали работать с основными средствами. И справочник события основных средств. То есть события, это конкретно, например, принятие к учёту, принятие к учёту с вводом в эксплуатацию. Например, вы можете принять к учёту, но не ввести в эксплуатацию. Ну, то есть разные варианты событий, которые вы будете использовать в работе с основными средствами. Ну, например, вот, что мы с вами посмотрим, подготовка к продаже, например. То есть название, наименование названия, вид события. У нас, видите, достаточно большой выбор, какой вид мы можем выбрать. Но вот при создании, допустим, конкретно этого события, мы схалтурили, и комментарии, то есть текстовое описание было не заполнено. Снова теперь вернёмся к нашим настройкам. И, соответственно, графики амортизации мы задаём только в том случае, если, например, у нас начисляется амортизация линейным способом, а в некоторых случаях, может быть, если это оборудование или основное средство, которое имеет сезонный характер использования, в этом случае мы создаём индивидуальные графики амортизации. И, соответственно, вот по этой гиперссылке мы настраиваем эти графики. Ну, здесь достаточно интуитивно понятно, что, например, если у нас это зимние, использование в зимние месяцы, то ставим, что январь, февраль, март, там, например, по 30%, дальше летние месяцы 0%, и вот у нас пошли опять зимние месяцы, там, декабрь. Ну, то есть создаём индивидуальный график. Так, закрыли. Классификатор. То есть классификатор у нас здесь вшитый, и здесь мы можем использовать группы, заполнить, соответственно, по группам. Если это касается транспортных средств, то там в зависимости, допустим, от пробега какого-то, значит, если я первый раз создаю, первый раз захожу сюда в классификатор, у меня есть возможность не создавать конкретную группу, то есть не фантазировать, а загрузить уже из классификатора. То есть в этом случае у меня есть возможность открыть и прочитать из файла, и, соответственно, файл этот записан на каком-то ресурсе. Чаще всего это в составе конфигурации, но мы можем вот такой вариант использовать. Так, теперь мы с вами отсюда уходим. Ставки транспортного налога – это у нас информация, которая входит в состав регламентированной отчетности, то есть при изменении ставок вносится изменение в релиз, то есть обновляются все указанные ставки. Вот мы можем загрузить эту информацию, как вы видите, здесь, ну, допустим, 22-23 годы и так далее. Классификатор ОКОВ по основным видам фондов. Ну, то есть вот в данном моменте это у нас классификаторы, которые мы можем использовать для загрузки конкретных позиций, то есть чтобы не весь классификатор перетянулся у нас в какой-то журнал, а только группы, которые участвуют в учете. И по ремонтам. То есть, например, существуют классификаторы ремонтов, которые относятся к капитальным и к текущим. Ну, например, по объектам строительства существует ремонт, перечень ремонтов, которые относятся, например, к классу капитальный. Ну, то есть, естественно, если мы используем с вами ремонты, то мы должны зайти во все вот эти вот дополнительные разделы и настроить. И ТМЦ в эксплуатации. То есть здесь вот категории эксплуатации мы задаем уже свои. Такие, которые, например, будут использоваться на вашем предприятии. Как вы видите, для примера созданы вот такие у меня категории эксплуатации. Ну, то есть категории эксплуатации будут касаться, ну, например, спецодежды, специнвентаря. То есть вот у меня калькуляторы для бухгалтерии. Это создана категория эксплуатации. И здесь у меня вот эти неактивные чекбоксы. Это те настройки, которые я уже выбрала. Поскольку у меня данная позиция уже записана, я выбирала, то есть вот такие. И срок эксплуатации у меня выбран 12 месяцев. Ну, и вот забалансовый учет настроен. Здесь, значит, у нас есть кнопочка настройки. В этом случае я могу настроить исключения. Хочу еще вам обратить внимание на кнопочку «Еще». Практически во всех разделах, во всех дополнительных справочниках, когда мы создали какую-то запись в справочнике, у нас действует запрет на редактирование. То есть это вот неактивные поля, которые я уже заполнила. И предполагается, что у меня уже эти настройки участвуют в формировании каких-то документов. Ну, а если я вдруг обнаружила, ну, любую ошибку, например, орфографическую ошибку, либо где-то букву пропустила, не ту, написала, то я могу отменить запрет на редактирование, руками внести исправление, то есть ручную, и потом заново записать этот элемент. Но надо помнить, что если у меня этот элемент уже участвует в каких-то дополнительных документах, то такие корректировки будут крайне нежелательны, скажем так, политкорректны. То есть вот у нас «Разрешить редактирование реквизитов», то есть это по-другому еще называется «Отмена запрета редактирования». Если я использую этот функционал, программа меня спрашивает о своем ли я уме, и я говорю, да-да-да, в своем уме, в связной памяти, поэтому разрешить. И у меня становятся все вот эти вот мои предыдущие выбранные отметки активными, я могу их, естественно, изменить, и после этого снова записать и закрыть данную категорию. И здесь мы с вами видим общий журнал, и по общему журналу я могу посмотреть, какие настройки я задала без того, чтобы заходить внутрь. И настройки перехода на ФСБУ-5, но на самом деле на данный момент это уже не особо актуально, поскольку ФСБУ-5 слэш 2019 у нас введено уже достаточно давно в обязательном порядке использования. Это, как вы помните, у нас ФСБУ называется «Запасы». То есть в настоящий момент уже все предприятия обязаны применять это ФСБУ. И, ну вот в качестве примера, то есть у нас с вами с 2021 года это ФСБУ обязательно к применению, и выглядит вот эта настройка вот таким образом. То есть мы списывали ТМЦ единовременно при переходе на учет по этому ФСБУ. То есть здесь я задавала наименование своих юрлис и с какого периода я это делала. Но это больше, так сказать, для справки, потому что сейчас уже подготовительный период прошел, то есть мы уже применяем его в обязательном порядке. Так, это мы с вами пробежали, по-другому не скажешь, по настройкам, которые у нас есть в разделе внеоборотные активы. И, соответственно, вот они у нас настройки и справочники. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. И немножко очередная порция теоретической информации. То есть все-таки в отношении того, что у нас регулируется 26-м ФСБУ, что регулируется 6-м ФСБУ. Немножко напомним, что конкретно регулируется и кто этому обязан следовать. То есть 26-е ФСБУ это капитальные вложения должны применять в обязательном порядке. Все организации не применяют бюджетники. Естественно, ну, как вы видите, вот перечень того, кто имеет право не применять, это достаточно узкий круг. То есть, во-первых, бюджетники, во-вторых, если приобретение и создание активов происходит для перепродажи, если организация имеет право вести упрощенный учет и сдавать упрощенную отчетность, то, соответственно, она тоже может не применять данное ФСБУ. Напомню, что упрощенный учет и упрощенная отчетность, это если предприятие не ведет никакой деятельности, у нее отсутствуют обороты по счетам и, соответственно, не осуществляет выплаты наемным работникам, то есть, не имеет наемных работников. На самом деле упрощенная отчетность достаточно такое понятие неоднозначное, потому что, например, даже списание комиссии за банковское обслуживание уже выводит ваше предприятие из этой категории, то есть, у вас уже будут обороты по счету, и вы не будете попадать в категорию предприятий, имеющие право сдавать упрощенную отчетность. То есть, мы считаем, что у нас все предприятия применяют это ФСБУ, то есть, мы относимся к вот этому разделу во всех остальных случаях. И теперь еще, что можно считать к обложениям, то есть, что конкретно имеется в виду при работе с ФСБУ-26. Ну, то есть, это затраты организации на приобретение, восстановление и улучшение основных средств. Ну, вы видите здесь перечень, что подходит под это определение. Ну, собственно говоря, мы уже достаточно хорошо все это изучили, потому что, напомню, ФСБУ действует уже два года, и, собственно говоря, первый шок после его применения прошел, то есть, в общем-то, это уже достаточно знакомая всем процедура. И она нас подводит вот к чему. То есть, изменения, которые у нас были внесены, касаются именно ситуации, когда не применяется этот стандарт. Не применяется он у нас, если те объекты, например, нематериальные активы, которые приобретались или там модернизировались, если у нас на них не возникает исключительных прав в соответствии с лицензионными договорами. Ну, и, как я уже сказала, если мы имеем право на ведение упрощенного бухучета, то в этом случае такие все затраты мы можем принимать в составе расходов по обычным видам деятельности. То есть, не учитывать как основные средства, как амортизируемые имущества, а включать состав расходов по обычным видам деятельности. Соответственно, не ждать, пока начислиться амортизация, а по мере их возникновения. Ну, и, собственно, для чего вводились эти изменения? То есть, во-первых, это общее требование, то есть все факты хозяйственной жизни должны сопровождаться первичными учетными документами. Но это не только к конкретному ФСБУ относятся, это у нас такое глобальное требование, то есть федеральный закон о бухгалтерском учете, а вот требования, связанные с НИОКР, здесь у нас были небольшие изменения, то есть здесь на самом деле внесли раньше, например, у нас расходы на НИОКР, которые не дали положительного результата. теперь это формулируется, которые относятся к стадии исследований или к стадии разработок, или затраты, которые организация не может однозначно классифицировать как затраты, относящиеся к стадии исследований, то есть на самом деле просто конкретизированы некоторые понятия, не принципиальные различия, а разница в формулировках, теперь немножечко отвлечемся и так сказать сходим в локальные нормативные акты, то есть при работе с основными средствами у нас естественно правила так сказать создаются в учетной политике, как вы помните учетная политика создается не создается, а утверждается, вводится в действие приказом, который датируется концом года, концом текущего года и значит на период действия следующий год. сейчас мы с вами в красном выделены эти пункты и по налоговому учету естественно мы должны указать каким способом, каким методом у нас происходит начисление амортизации а на следующем слайдике мы с вами видим конкретные разделы учетной политики, то есть настраиваться сейчас мы сюда перейдем вот таким образом значит у нас опять НСИ и администрирование наши организации то есть наши юридические лица которые мы ведем в этой программе и вот например это карточка нашего нашей организации нашего юрлица и здесь у нас вот закладочки и закладочка учетная политика ну как вы видите система налогобложения у меня выбрана общая система финансового учета значит как я вижу здесь есть то что касается основных средств и нематериальных активов и учетная политика соответственно для бухгалтерского учета у меня тоже здесь упоминаются и основные средства и нематериальные активы смотрим этот раздел и видим вот такие так сейчас чуть-чуть подвинемся вперед значит и видим вот такие возможности для настройки то есть во-первых закладочки во-вторых период задаем то есть например учетную политику на следующий год я буду создавать в декабре месяце до 31 декабря и вводить ее буду последним днем месяца то есть приказ у меня должен быть датирован 31 например декабря потому что если я укажу что с 1 января следующего года то это значит что учетная политика будет у меня применяться не на 24 не на 25 год а только на следующий и здесь у меня сохраняется история изменений вот здесь вот на самом деле важный момент то есть не требуется вводить каждый год новую учетную политику учетная политика вносится в случае изменения законодательства либо изменения каких-то нормативных локальных актов которые влияют на состав учета может быть на отражение в учете и так далее то есть если вышли новые законодательные инициативы соответствующим образом оформленные то есть утвержденные официально опубликованные и так далее то в этом случае мы вносим изменения в учетную политику с того числа с которого действие такого акта в обязательном порядке должно быть применено ну закладочка основной это мы собственно говоря метод оценки стоимости если это у нас общая система чаще всего выбирается либо средняя за месяц либо ну средняя за месяц либо фифа то есть фифа это first in first out это обычно применяется при упрощенке соответственно расчеты мы с вами пропускаем нас интересуют необоротные активы и вот необоротные активы это как раз таки применение наших фсбу как вы видите прошлое так сказать нормативные акты из прошлой жизни то есть пбу 6 и 14 у нас уже не действуют у нас действуют фсбу 6 и 14 поэтому мы здесь ничего не отмечаем стандарты бухгалтерского международного учета ну поставим поскольку пока официально мы еще от них не отказались и здесь отмечаем условия аренды да поскольку 25 фсб уже обязательно к заполнению естественно статьи указываем те которые для вашей компании используются и вот они наши основные средства здесь как вы видите у нас есть изменения то есть раньше было один вариант то есть с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету сейчас согласно этих фсб у нас может быть вариант с даты принятия к учету то же самое касается арендованных то есть и собственных и арендованных у нас доступно вот такой выбор даты и касательно нематериальных активов то есть с какой даты начисляется амортизация по аналогии с основными средствами ну поставим также вот с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету в каких случаях мы учитываем расходы по исследованиям ну поставим здесь чекбокс и укажем статью которая у нас будет так ну допустим начисление нет не подходит стоимость внеоборотных активов тоже у меня здесь ничего нет ну вот допустим я выберу расходы от продажи не укроп потому что мне сейчас некогда просто заполнять нужную статью но на самом деле аналитика здесь статья списания расходов у нас должна соответственно иметь наименование что списание исследований по там каким-то работам ну то есть иметь адекватное название исходя из которого понятно что это за исследование и обесценение то есть амортизировать вне реализационные активы с учетом обесценения и дочислять корректировку обесценения либо амортизировать полную стоимость и сторнировать корректировка обесценения я выбрала вот этот вариант ну естественно вы выбираете тот который ближе к то есть отражает ваш бизнес процессом так это мы с вами сейчас закрыли себе видимость не не видно не видно у нас с вами основных закладочек вот так вот значит закладочка вне оборотные активы ну и резервы предстоящих расходов у нас в этом случае мы как бы обходим стороной нам они сейчас неинтересны поскольку мы занимаемся основными средствами и так мы с вами на закладочке учетная политика посмотрели учетная политика финансового учета то есть вот какие настройки у меня были сделаны и теперь мы с вами не забываем что нам еще надо зайти в политику бухгалтерского учета и налогового учета то есть соответственно мы с вами здесь заполняем все закладочки которые соответствуют то есть внеоборотные активы то есть довести учет в соответствии с СБУ 14 оно уже у нас обязательно применение да неокр в соответствии с 26 СБУ конечно то есть здесь мы все отметили у нас с вами стоит с первого числа мы задавали там то есть чтобы не было расхождения здесь у нас тоже с первого числа и нематериальные активы с первого числа и соответственно все остальное пока нас информация не интересует то есть мы с вами вот так бухгалтерский учет прошли и у нас остался налоговый учет в налоговом учете мы должны указать какой метод у нас используется то есть метод у нас используется линейный но как вы знаете это может быть и отмена то есть у нас может быть и другие кроме линейных методов но не будем мы на этом терять время то есть перейти к настройкам резервы активы и лизинг включать состав налоговых расходов метод линейный и соответственно вести раздельный учет по налогу на прибыль то есть раздельный учет напомню мы с вами ведем в случае если у нас есть разные налоговые ставки и собственно при подаче декларации тоже отмечаем какие параметры мы задали теперь это у нас с вами закладочка по налоговому учету никак не могу попасть чтобы у нас не мешало нам естественно здесь также сохраняется история учетных политик ну то есть мы прошли с вами основные настройки и то что касается основных средств мы нет я не буду сохранять андромеду мы закрываем и нашу вот эту линейку перетаскиваем обратно то есть мы с вами заполнили через НСИ администрирование мы с вами заполнили в организациях учетную политику то есть теперь мы спокойны что мы создали настройки по внеоборотным активам заполнили разделы НСИ и администрирование заполнили учетные политики которые необходимы для отражения основных средств и теперь мы в общем-то с чистой совестью можем с вами переходить в меню необоротные активы и работать с документами которые отражают поступление либо выбытие ну то есть какие-то операции по основным средствам напомню что по основным средствам мы можем с вами делать документы поступления то есть например поступления товаров и услуг после этого на основании документа то есть могу сделать вот таким образом и вот по пиктограммке связаны документы то есть структуру подчиненности посмотреть либо я сразу принимаю к учету либо я делаю документ сразу принятие к учету либо я делаю сначала документ поступления а потом документ ввода в эксплуатацию например вот создаем сразу документ поступления значит в этом случае как мы помним красное подчеркивание то есть это значит поле обязательно к заполнению ну во-первых что принятие к учету какому учету то есть либо управленческий либо бухгалтерский и налоговый либо только бухгалтерский либо только налоговый ну как вы видите вот вариации либо во всех видах учетов то есть в этом случае мне не надо лихорадочно вспоминать забыла я какой-то вид учета или нет то есть я принимаю во всех видах учета и выбираю естественно свою организацию которая у меня будет работать будет собственником скажем так этого основного средства это я выбрала деловой союз и что я делаю то есть я принимаю основное средство например через покупку или на основании инвентаризации я неожиданно обнаружила что в результате инвентаризации обнаружено производственное помещение площадью 4800 квадратных метров не улыбайтесь это реальная ситуация которая была отражена в документах значит соответственно мы будем считать что к учету основных средств то есть не лизинг и никакие другие вариации то есть именно приобретение основных средств подразделения в котором будет это установлено основное средство ну я вот выберу у меня по направлению деятельности то есть структура предприятия организована ну например пусть будет производственное направление пусть будет обслуживающее производство и соответственно группа основных средств в моем случае ну зададим это будет офисное оборудование то есть вторая группа вторая группа от двух до трех лет включительно то есть это большинство офисной техники относятся к этой группе офисных машин и механизмов если говорить официальным языком ну вот выбрали и направление деятельности то есть напомню в ERP направление деятельности играет очень важную роль поэтому я выбираю направление деятельности вот у меня будет производственная деятельность деловой союз ну пусть будут электроинструменты направление деятельности это справочники которые я заполняла при работе с другими настройками то есть у меня этот справочник уже создан я только выбираю нужную мне нужную мне позицию так скажем и собственно говоря вот они пошли уже дальше закладочки то есть основные средства я в этом случае выбираю основное средство ну так плазменную резку мы не будем с вами выбирать допустим вот пусть будет щит распределительный и собственно говоря здесь мы задаем уже конкретные показатели которые берем из документов то есть из документов поступления а вот здесь мы с вами указываем ликвидационную стоимость в рублевом эквиваленте и рублев и эквивалент если у вас например управленческий учет ведется не в рублях а в первоначальной настройке заданной например в евро в долларах в юанях в туриках и так далее то есть задаем параметры и здесь у нас с вами еще поле комментарии параметры учета закладка параметры учета здесь у нас с вами есть ну как бы разделы бухгалтерский учет налоговый учет управленческий учет то есть мы выбираем да мы начисляем амортизацию и в бухгалтерском и в налоговом учете поставим одинаковое одинаковый срок и в налоговом и в бухгалтерском чтобы у нас не было расхождений начисление амортизации да метод начисления линейный допустим амортизационную премию мы не учитываем управленческий учет да тоже мы начисляем амортизацию 60 месяцев поставим тоже будет у нас линейный метод и группа финансового учета то есть в этом случае мы выбираем ну вот это это то что я делала в качестве показать как это делается то есть в качестве теста я выбрала группа финансового учета вот такая и отражение расходов в бухгалтерском учете как у нас отражается амортизация то есть у нас в этом случае будет отражаться я сейчас этот не найду у себя вот значит распределительный и значит в управленческом учете проставляю соответствующие статьи расходов ну у меня вот стоит совпадает с бухгалтерским учетом и налоговый учет у меня тоже распадает то есть я не заморачивала себе голову ну естественно в вашем случае вы проставляете так как у вас принято по вашим бизнес процессам к сожалению у нас уже очень очень время поджимает ну то есть мы заполним Галина у нас там еще есть вопросы на них надо ответить там в 4 или 5 я вижу сейчас я к ним перейду хорошо спасибо значит и собственно говоря закладочки отражения учетов дополнительно мы заполняем по необходимой информации хочу обратить внимание что ответственные по умолчанию ставятся пользователи которые работают если вам надо его изменить то тогда требуется дополнительный выбрать выбрать дополнительную вверху и в поле комментарий мы вводим текстовое заполняем текстовое поле то есть любая информация которая необходима для учета так провести не будем значит какие вопросы выбрали группу до трех не заругаются пропустят но естественно поскольку я во-первых уже спешила а во-вторых скажем так только для примера чтобы показать как это заполняется дело то естественно не стоит организовывать себе неприятности в будущем то есть пропустить пропустят но потом когда будет идти начисление амортизации могут возникнуть проблемы скажите пожалуйста вот начальных остатков каким образом внести раздельно по каждому из видов учетов значит у нас с вами есть НСИ и администрирование есть вот такой пункт начальное заполнение и здесь вот начальных остатков начальных остатков в этом пункту и значит соответственно так вот так вот сделали вы здесь выбираете раздел допустим внеоборотные активы и вводите информацию конкретную по вашим основным средствам и в разрезе той аналитики которая вам нужна так дальше следующий вопрос так вторая группа релиз какой релиз посмотреть какой релиз мы можем вот по этой пиктограммке сервис и настройки здесь информация о программе так и значит вот здесь мы с вами видим номер платформы релиз платформы а вот здесь вот информация конкретно о вашей конфигурации используемой то есть в нашем случае мы смотрим релиз 2.5.19 это достаточно новый релиз практически если я не ошибаюсь ему около месяца ну естественно если более ранние релизы то нужно выяснить почему вы не обновили своевременно либо просто не смогли либо если у вас допустим много доработок то в этом случае обновление достаточно проблематично поскольку все ваши доработки надо переносить на новый релиз то есть если вы знаете что у вас много доработок то надо как бы заранее до того как вы начали например формировать квартальную отчетность либо годовую нужно заранее обновить программу и лучше всего обновлять на копии то есть обновили на копии посмотрели что все хорошо становится все хорошо ничего не затерлось из ваших доработок тогда перенесли на боевую базу интересно как организовано формирование резервов под обесценение вот я на этот вопрос не отвечу потому что это на самом деле достаточно большой вопрос при формировании учетной политики вы ставите флажки что резервы резервы формируются а вот уже механизм формирования к сожалению так в двух словах не расскажешь приходите на следующий вебинар мы обязательно сделаем по формированию резервов так 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 ГФО создается для управленческого учета при этом распространяются на регламентированный налоговый учет и МСФО то есть для всех четырех видах единый ГФО ну практически да потому что ГФО мы с вами настраиваем для бухгалтерского и для налогового учета и при первоначальных настройках мы создаем с вами настройку когда ну вот у меня например создана настройка вести управленческий учет на счетах бухгалтерского и налогового учета ну то есть чтобы не создавалось дополнительных расхождений и соответственно если я задаю ГФО то у меня получается что они едины то есть используется единый план счетов и единые счета для учета так ну вот к сожалению я уже бессовестно перебрала время разрешите остановиться на этом моменте вот и мы с вами сейчас вернемся так вернемся к нашим слайдикам и даже видите у нас остался еще целый слайдик который меня успели посмотреть но я хочу вернуться к началу то есть к нашему первому слайду и еще раз показать вам наш контакт калина пропала к сожалению видео ваше сейчас еще один момент я постараюсь его вернуть так видно да все хорошо благодарю значит собственно я хотела напомнить вам наши контакты наш адрес сайта запись с вебинаров мы выкладываем как я уже говорила и разрешите поблагодарить вас за вопросы за время которое вы нам уделили и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество на обратную связь то есть задавайте вопросы пишите что бы вам еще хотелось мы очень будем вам благодарны и рады оказаться полезными поскольку опыт внедрения и настроек 1С у нас очень большой и мы надеемся что он вам пригодится на этом разрешите попрощаться всего вам доброго хорошего дня до сих пор 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 Продолжение следует...